Поговори со мной голосом, Дим Димыч Нам нужен тренажер Где я был все это время? Заблокировали тикток Я обрадовался Я не могу сказать, что я очень люблю людей Какие-то определенные расы Наконец-то! Неприятно, когда мы испаривались Не такая большая аудитория? По факту Гей-парады Экстремистская организация Папочка, мамочка А по-русски? Никто так не говорит Советую читать книги, да? Сложно читать Честно, сложно Попу показать Жаркий контент Саша, сексист Я готов быть твоим сыном Купи три по цене двух Пиар-менеджмент Фэбрик Давайте белым тоже уделим внимание Его не будет твой стиль У Советского Союза был Вам, пап, вам привет Василиса Даванкова В прошлом фигуристка Оказывается в работающей стиральной машинке Спортивные челленджи Трюки и экстремал Стали визитной карточкой Василиса Саша Новиков Актер Видеоблогер Сниматься в кино Начал еще в шесть лет Сейчас ему восемнадцать И он получает Профессиональное Актерское образование Продолжая развивать Свои социальные сети Выпуски его Ютуб-шоу Правда или действия Суммарно посмотрели Более двенадцати миллионов раз А аудитория Саши В тиктоке Один и три миллиона Фильмографии молодого актера Уже давно Не только съемки В Нералаше И озвучка Дим Дим Через фиксиков Сейчас Новиков Играет в популярных сериалах Пищеблог Жизан Контакт После ограничения Работы тиктока В России Сосредоточился На контенте Для ВК Снимает видео Где рассказывает О кино И актерской профессии Человек зайдет На мой ютуб-канал Увидит там Видео год назад Типа Полгода назад Где я был все это время И видео еще Которое выставил Еще полгода назад Такая же история Абсолютно Почему я пропадал Мы не сговаривались Мы не сговаривались Потому что просто Аудиторию не хотелось потерять И непонятно было Что будет происходить Я все угнал на ВК Мне стало неинтересно Вести тот контент Который я там вела Например Но при этом Не боялась потерять аудиторию Нет Ну а хорошо Делать через силу Делать через силу Что-то я не готова Там В тот момент Пробовать что-то другое Новое Я нашла новости Не понравилось Сейчас я ищу что-то Ищу Снимать контент У меня нет Каких-то там Великолепных Идей сумасшедших То есть Мне нужно это Сидеть Изучать Что делают другие Изучать Может быть западное Что-то Переносить сюда То есть Это большая работа Я вот себя Например Не считаю Калантливой Абсолютно Но там Когда я Ни в чем Вижу Вот ни в чем Нет Вот чтобы сильно Ни в чем Петь Там Писать стихи Или что-то Я не умею То есть Рисовать Нет А у тебя было Какое-то видео На тему Ты перепутала Трансвеститов С трансгендерами И на тебя Пошла волна Да Ну-ка Скажи Я не знаю Трансор Сейчас опять ошибусь Я же не запомнила Ну давайте так Если что Мужчина Сказали еще Что ей нужно Образование получать Потому что Не разбирается Что как Трансгендер И трансвестит Если мне такое сказали Мне бы честно Было бы глубоко Фиолетово Потому что Я не со злых умыслов Могу как-то Задить человека Там просто Был смысл Был смысл в том Что я действительно Просто оговорилась А там чувак Записал целое видео О том Что вообще Такие как я Не должны жить на земле Там знаешь Условно Из-за того Что был такой негатив Я решила Наверное Я должна вписаться Как ты это переживала? Ой Это Я фигурист Правда Меня в 13 лет Обсуждали по фотографиям Тогда были форумы Про фигурное катание Насколько быстро мы едем По тому Как разбиваются мои волосы Ну то есть там Вообще Такие там Ну то есть Кучу хейта Я с детства привыкла Мне То есть наоборот Прикольно А если тебя ругают Как ты на это реагируешь? Ну а Смотря за что Да критик разный бывает Критик разный Ну просто тебе написали какой-нибудь Честно Я люблю хейтеров Ну я их разграничиваю Как ты им отвечаешь обычно? Я никак на них не отвечаю Ну если это Я их разграничиваю На полезных хейтеров Не на полезных Полезные Это которые пишут Саш Там-то 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 Оговорился Это не так-то верно сказать Как бы вот такое Подумай над этим Ну как бы Это даже хейтом не назовешь Собственно Это как бы Объективная критика У меня такой аудитории Ну большинство У меня нет таких Которые пишут А вот Всякие неприятные матные слова Хотя такие тоже есть Но в основном Это как-то Культурно Указывает просто На какие-то Недочеты Или что-то Я там Не принял во внимание Как бы Чтобы я больше На это внимание уделил Я только благодарю таких хейтеров Спасибо вам Что вы есть Вы делаете меня лучше Правда Плюс на самом деле Когда есть какой-то Чрезмерный негатив Вот как бы Я не давала негатива Мне в ответ дали Мне было даже приятно Потом записать По фактам Типа разнести Да я вообще на них Мне прям иногда Это такая разрядка Такие эмоции Вот на прошлой неделе Получается Офис ТикТока Освободили И это говорит о том Что возврата нет И его не будет Говори Кто знает Ну Мне кажется Так сложно сейчас Предугадывать Может быть уйдут Может они вернутся Через пять лет А может не вернутся Но у вас есть такая надежда Я не хочу на это надеяться Конечно Очень много аналогов Вот те же Вы как-либо Например Что ТикТок Но это хотя бы наши На которые мы можем Как-то повлиять На самом деле Хочется на себя рассчитывать А не надеяться На возвращение ТикТока Правда Потому что Хороший блогер Он сможет развиться Там и на тех платформах Которые может быть Новые появятся И какие остались То есть если ты звезда Только в ТикТоке Условно А во всех остальных Соцсетях У тебя ничего не получается То Тут уже О твоей узости Речь идет Повершенности А как у вас вообще Вот этот переход Произошел То есть вот Заблокировали ТикТок Я представляю Это было прям Эмоциональным шоком Я обрадовался Если честно Чему я часто слышу От блогеров Что закрытие Или не имение Какой-то возможности Пользоваться Социальной сетью Которую Человек вырастил До определенных ресурсов Что слава богу Заживут для себя Нет А потом А потом Когда пришла медийность Она как бы Пришла везде То есть Когда тебя стали узнавать Тебя люди Сами стали искать В других соцсетях В ТикТоке В ВК Почему я обрадовался Что ТикТок закрыли Потому что Это было такое Вроде бы еще одна соцсеть В котором есть аудитория В которой тебя смотрят Но она немножко тянет вниз Потому что Ты как бы Хочешь вырваться В более качество А в ТикТок Не признают качество К сожалению Ну по сути Хотя есть блогеры Которые очень качественно снимают И пока есть блогеры Которые очень качественно снимают Если ты запомнился Просто людям Людям Таким обычным контентом То Блин Сложно Переступить Вот его заблокировали Я в ВК начал делать Рекомендовать фильмы Рассказывать Про киношные новости Как бы Более людей Просвещать в кино Создатель Игры в кальмара Захотел пригласить в сериал Леонардо Ди Каприо Автор сериала Игра в кальмарах Ван Дон Хёк Ответил на вопросы О предстоящих сезонах шоу Не скажу Что увеличилось Количество просмотров Но качество увеличилось И это Ну как бы Тут вот Вопрос о чем-то Значит на что ты работаешь На количество или не так Короче получается При этом Саша может тебе это позволить Потому что он набирает Популярность и медийность В кино условно То есть Он не набирает Популярность Там в ВК ВК Или в Инстаграме А что ты должна делать Как фигуристка Чтобы То есть получается У него профессия А я уже закончила А ты уже закончила Я уже 5 лет назад Ушла из профессионального спорта Конечно Невозможно С профессиональным спортом Совмещать невозможно Почти ничего Из серии Я вас научу Кататься Это тогда Тоже нужно сделать так Чтобы это смотрели То есть я не могу сделать Например Только полезность Как Саша И это наберет Мало просмотров Но Потому что я не добираю В другой сфере У меня нет какой-то другой сферы Где я могу Поднять именно медийность Чтобы меня смотрели Потому что А я его видел в кино В таком-то В таком-то фильме Подпишусь-ка я на него Буду смотреть про фильм Тебя пригласили на Телевизионное шоу Вести Какой жанр Ты вели себя выгляжешь Мне нравятся Спортивные шоу Такие вот Типа Ну где люди выходят А соревнуются условно Потому что я это делаю На своем ютуб канале Плюс я из спорта Я люблю смотреть За соревнованиями Вести Мне тоже очень нравится На матч ТВ пойдешь А они не ведут соревнования Они их обозревают Это немножко другое Это уже спортивный журналист Создать Придумать Свою какую-то Идею Концепцию Которую можно вложить В матч ТВ Может быть Не могу сказать Не могу сказать Что очень важно Какой канал Важная идея Важное шоу В Корее То есть если предложить ТВ3 какой-нибудь Тоже согласишься? Ну надо с чего-то Начинать Мистико в спорте Может быть Мистико в спорте Не соглашусь Спортсмены Некоторые верят Особенно раньше Вот поколение Там было много О, этот вышел Значит С шаманом Который стоял Когда выступал Его противник И что-то шептал И противник падал Много таких тем Спортсмены Что такое Хороший блогер? Я, например Не назову себя Хорошим блогером Я очень сильно Копаюсь в себе Я ищу все свои изъяны Ну я чувствую ответственность У меня не такая Большая аудитория Может быть Потому что я ее чувствую Потому что Я не хочу нести в массы Шлаг Который сейчас Почему небольшая? В ТикТоке у тебя Сколько? Миллион? Миллион Миллион триста Но У меня тоже Миллион триста В ТикТоке Небольшая аудитория у меня Там 10 подписчиков В ТикТоке Слушайте Вам тогда повезло Больше, чем мне Потому что Я даже когда прихожу На пробы На актерские Я никогда не говорю Что у меня здесь ТикТок А когда на съемках Уже узнаю Что есть ТикТок Они такие Не объяснишь же людям Что ты Не несешь в массы Обычный Вот этот вот Быдлоконтент Который сейчас Пользуется спросом К сожалению А стараешься что-то делать Например Фильмы рекомендую Сейчас ТикТок Окрыли Пока Я фильмы рекомендую Поговори со мной Я озвучивал когда мне было Лет 12-13 Я помню первую серию Которую я озвучивал Она называлась Тренажер Я помню первую фразу Нам нужен тренажер Что-то такое Но сейчас он конечно У меня сломался Сейчас немножко Да нет похоже Ну в целом Было 7 Дим Димычей Не 7 5 5 Дим Димычей Ты был один из первых? Нет Я был по-моему Третий Скажи мне пожалуйста Почему идти Не в ГИК Там я не знаю Не в ГИТИ Меня привлек мастер Андрей Алексеевич Соколов Понравилась работа Андрея Алексеевича В фильме «Майн Гайера» И я ознакомился С его творчеством Я пришел к ним На прослушивание Мы очень душевно поговорили Главное на самом деле Мне кажется на курсе Это взаимоотношения С мастером Да я если честно Когда пробовал Собедрукалу Я был полностью У меня было Во-первых ЕГЭ у меня было Потом у меня были Съемки в Минске Съемки в Москве Съемки в Питере В одну неделю Еще и поступление Еще нужно было Подготовить программу Я просто не справился Мне кажется Хороший блогер Это тот Кого смотрят Из-за него самого А не из-за его контента У нас очень много людей Которых смотрят Потому что они вот Снимают определенный контент И людям интересно Именно это А если человек Начнет делать что-то другое Его смотреть не будут Или будут смотреть меньше А действительно Хороший Влиятельный блогер Это человек Который может Высказываться На любую тему Это в любом случае Будет интересно И его аудитории Но его же не всегда Будут поддерживать Не важно Поддерживать или нет Просто это можно Смотреть даже По просмотрам Если ты выпускаешь Вот Интервью А потом ты решил Выпустить там Не знаю Видео Где ты рассказываешь О кино То что у Дудя Например Условного Будут смотреть все Иногда даже Ты открываешь И смотришь Человек Который к нему пришел Которого ты не знаешь Но ты все равно Посмотришь из Дудя Потому что ты привык К тому Что он сделает Качественно Что значит Это точно Классный герой Он его раскроет И там А что значит Сделает качественно Блогер В моем понимании Это конечно Можно назвать Бета-версия артиста На самом деле Единственная обратная связь Которая есть У блогера Это просмотры Комментарии Да Но все-таки Ты понимаешь Интересно это Или нет аудитории Только по просмотрам У меня немножко Другая история У меня было всегда Понимание Что это мой инстаграм Что я делаю То что я хочу И конечно Как-то просмотры Влияют На мой запал В ту или иную сферу Но я например Для себя четко Определился Еще год назад Полгода назад Точно уже Это было 100% Что я перехожу В экспертный контент Как его тоже назвать Я тоже Не дофига эксперт Мне только 18 лет Я 6 лет вроде Снимаюсь в фильмах В сфере кино Я чуть-чуть преуспел И я стараюсь С этим делиться Что такое Человеколюбие Я не могу сказать Что я очень люблю людей Вот честно Я наверное Не человеколюбивый человек Мне кажется Я наверное Приду к этому С возрастом Что вот Потому что действительно Все люди уникальны Во всех есть Хорошее и плохое В принципе Как бы мозгом Я согласна Что Люди в основном Хорошие Чем плохие Почему-то наш мир Не Россия А Америка А вообще в целом Мир не может Как-то держать Золотую середину У нас Либо мы в рабстве Держим Какие-то определенные расы Либо мы встаем Перед ними на колени И целуем им ботинки Господи Либо мы не признаем Существование Гомосексуализма Либо мы разрешаем Детям Правда Решать Какого пола Они хотят быть И делать какие-то операции На эту тему Ведь мнение Сейчас не очень просто Высказывать Потому что не все Его принимают Ну на тему ЛГБТ Условно Ну вообще у нас Запрет пропаганды Запрет пропаганды Наконец-то Спасибо Да Но в целом Люди продолжают К этому относиться Как Типа запрет Это плохо И нужно быть Толерантными И все такое Хорошо, что мы можем Высказывать свое мнение Вот допустим Мы с Сашей Явно относимся Не очень толерантно Ну как Толерантно Но не очень Не хорошо Если мне это не касается Мне фиолетово Дело же в том Но когда это Из каждого утюга А давайте А давайте Мы будем Их воспалять Кто это писал Пелевин, по-моему Что Ну ты не обращаешь Внимания на то Что мухи спариваются Но если они спариваются У тебя на голове Тебе неприятно Вот Да Неприятно, когда мухи Спариваются у тебя на голове А у нас сейчас Именно такая тема Происходила Вот до запрета Условно Я уже не говорю Про штаты вообще Ой Угу Поколение моего отца Когда он Вот 90-е Этого уже было Намного Намного меньше Нет Этого было Намного больше Спрятано Намного меньше Не было И чем люди Этого меньше видят Они меньше думают Что это нормально По сути То есть я вот Например Не хотел бы Если бы мой сын Мне кажется Не факт Я вот не хотел бы Если бы мой сын Видел бы Гей-парады Поддержку ЛГБТ Я не говорю Что их нужно Как-то скрывать Но Проводить гей-парады И анонсировать Что это нормально Это все хорошо Но запрет же тоже плох Я не говорю Что это нужно запрещать Запрещать пропаганду Да Но как бы А почему никто не говорит О пропаганде Традиционных отношений Говорят Почему семейные ценности Они же Собственно повсюду У нас нет парадов Там где проводят Женщины с мужчиной Есть день любви С семьи Верности Да Есть какие-то такие То есть Это тоже пропагандируется Просто Это для нас привычная зона И мы не рефлексируем Надо-надо любить Надо-надо-стор Сумки предусмотрительно Шьются исключительно Из натуральной кожи Которую используют В седельном производстве Чтобы служить верой И правдой Долгие годы И однажды Перейти в статус Винтажного раритета В каждой сумке Заложена любовь мастера Они знают твое имя И делают сумку Для тебя Быть влюбленной Значит чувствовать легкость Испытывать приступы счастья Быть непредсказуемой И немного сумасшедшей Открывай Влюбляйся Лети Надо-надо-стоп Личная жизнь Может быть достоянием Общественности? Про отношения снимать Это окей И если это Тебе заходит То есть ты исходишь Из своих внутренних желаний Хочу Или не хочу? Я бы никогда не стала Условно встречаться С парнем Который популярный И с которым я думаю Блин, было бы классно С ним снимать Наверное, стоит начать встречаться Там получится Не получится Из этого что-то неважно Мы несколько лет Пробудем вместе Там прикольно будет Поднимем друг другу популярность Классный инфоповод И все будут нами Интересоваться Так? Нет Но если так случилось Что ты полюбил человека Который тоже снимает Условно Ну конечно Почему бы не снимать? Хорошо Про отношения Снимать контент Ты же это делала Например? Я снимаю одна Я могу снимать Какие-то шутки Если зайти в ВК Там куча шуток Про мужа Например Все, дорогой Я ушла к подружкам На пару часов Обещаю, пить не буду А вот это берется Из личной ситуации Или ты просто Смотришь на тренд? Я стараюсь Нет, из личной Потому что я не снимаю Условно про детей Потому что у меня их пока нет Я не снимаю то, что мне Мне готов быть веншином Взрослый Хороший Очень взрослый Не, нормально А я может так Хочу сказать Не, нужен вредный сын Чтобы это было интересно Что? Вредный сын нужен Чтобы это было интересно Не, он нужен вредный Саша же активна У него получилось Молодец Я согласна Взрослые дети Мне кажется Чудесно Когда проходит пубертат Я там Чудела? Трудным, да Мне кажется Ребенком была Наверное Это большой труд Растить детей И вам рассказывать В общем Лет в 20 Я стала прям Супер дружить С своими родителями Мам, пап Вам привет Да Были какие-то подарки От тебя Вот Мои деньги Родителям? Да Я не дарила Ничего прям Супер серьезного Родителям Потому что Они у меня Достаточно обеспечены И у меня не было Там типа Купить маме машину А она сама Может купить 10 машин Ну условно Я маме дарила Я маме дарила Там цветы Сумки Всякие Вот такое Дорогие сумки Да Супер дар и ченгэмо Условно Но ничего Там бренда Не было Ну это детям Не надо Наверное А как А как Кстати Родители Принимают Когда ребенок Становится Самостоятельным В плане материальном В том числе Вот этот вот Переход Как они это Воспринимают Они продолжают То есть Они остаются Авторитетами Для тебя Или ты Не безусловно Конечно Во-первых Для меня родители Авторитет Вот Потому что Я не знаю Даже нет на это Причины Они не родители Они меня родили Они меня воспитали И воспитывают По сей день Еще я думаю Будут очень долго Воспитывать Потому что То есть Ты мне говоришь Что Я лучше знаю Не вмешивайся Я сейчас делаю Как я считаю нужным Когда-то по-любому Это проскакивало Но это в каких-то Мелких моментах В плане там Например У меня с родителями Очень такое Индивидуальное Индивидуальное общение Мое общение с родителями Несравнимо Для другой молодежи Потому что Мы с родителями Дружим Мы с родителями Семья И мы с родителями Работаем Меня Мои родители Это моя команда Мой папа Монтировал Раньше мои выпуски На ютуб Снимал меня Сейчас по сей день Продолжают монтировать Какие-то рекламы Общаются с рекламодателями Мама у меня Занималась Киношкой Она общалась Со всеми агентами И сейчас тоже Общается Помогает мне Потому что Если все на меня Навалится Я просто чокнусь У меня сейчас Институт еще и сессия Для меня Они безусловно Авторитет Потому что Они молодой дружой Они полностью Рубят фишку Как это сейчас Модно говорить И Кто так не говорит Они Короче Рисы все в потоке Вот так Рисы все в потоке Рубят фишку Ну слушай Ну да Немножко прощаешь родителей Не-не Говорят так Говорят Так Старички говорят Новички Старички Давайте разделим Саша Наверное Василиса Мне даст соврать Я наверное Вот из нашей Словки блогерской Наверное Один из самых Душных людей Которые такие Поеду-ка я домой У меня тут Институт Ну я такой Не знаю Я как бы Хоть мне и нравится Эта атмосфера Это не душность Ну такая Это ответственность Меня так воспитали Наверное Что У меня папа Например Он Вы не подумайте Что он тиран Я его безумно люблю И он меня тоже Очень любит У нас очень хорошие Грузские отношения Но он никогда Меня не хвалит Почти никогда Очень редко Он всегда говорит Саша Неплохо Но можешь лучше Преподаватель Который у меня здесь Мой мастер То есть Исколов Торо не говорит Что я молодец Что это хорошо Получается Он говорит А попробуй Вот Любому Вот тут Вот Можно еще добавить Это всегда Вот так И мне это Очень Сибирит Потому что Наверное Это развивает Алина У тебя Компенсаторика Работает За счет Того Что со стороны Хвалят То есть У тебя же Достаточно Я вообще Стараюсь Изменьшать Я тоже Рано Начала Зарабатывать Из-за Спорта Из-за того Что я находилась В сборной России Мы были лучшей парой По юниорам И денег было много Это еще было Перед Олимпиадой В Сочи То есть Там Для 13-летнего Подростка Это прям Ну Особенно Учитывая то Что мне не надо Было платить Там вообще Ни за что Я Очень много Покупала вещей Ну это Осталось со мной В общем-то На всю жизнь Такое Вышло Но я помню Четко тот момент Что мы Когда вот Стали третьей На чемпионате мира Следующий год Практически Весь То есть Работали там В три раза меньше Мы прям выходили И нам казалось Что ну мы лучшие Ну как А в спорте Это вообще Очень быстро Наказывается И вот Моментально За Вот я помню Как Я выходила С ощущением Что ну Кто здесь Папочка Мамочка Мамочка А следителю Были конфликтные Какие там Шероховатости У меня были Такие конфликты С ними Я там волосы Красила Резала У меня мама Плакала Говорила Пожалуйста Такие волосы Ну как будто Не изобретишь Когда я иду Это дело На свои деньги Ну то есть Какие-то Вот эти мелочи Были Я там блондинку Красилась Она прям Ведела Меня Под голову Вы же знаете Вот эту историю Что Бритнес Перс Контролировал отец И все финансовые потоки Были там Под его контролингом И она не могла Распоряжаться ничем Нет У меня конечно Не так Я бы сама сошла То есть Твои деньги Это твои деньги Бритнес Сошла сама На самом деле Нет Мои деньги Мои деньги Я родителям Ну им не надо помогать Поэтому я полностью Распоряжалась Сама меня только Иногда папа спрашивал Ты точно хочешь На это потратить Я говорю Да Ну ладно Да вы что Это же новые свечки За 15 тысяч рублей Это же Это же суперкрутая фирма Из ЦУМа И конечно Я хочу потратить Все свои деньги На это Систром Который придумал Инстаграм Ну сначала Инстаграм Назывался Бурбон А ты сейчас выгляжешь Это пометка Что это Экстрим Будет пометка Внизу Отлично Обращаться внимания Значит Систром Когда начал делать Инстаграм И когда они Начали развиваться Это всего команда Была из пяти человек И это все происходило Там Ошибки Пробы Прислушивание Что говорят Даже что пишут В комментариях То есть они на все Ориентировались И они привлекали Крупных Ну это типа Джастин Биберг К ним пришел Пришла за ним Там сколько-то Миллионов подписчиков Именно в соцсеть Неподействительно Там Рианна К ним пришла И они Систром Вел переговоры С отдельными людьми Ну типа Кардашьяном Пошли Они были в Твиттере Их перевели В Инсту Подписали И в какой-то момент Он сказал Что каждый человек То есть Каждый человек В Инсте Становится Инфлюенсером То есть он Влияет На каких-то людей И вот этот Термин Он остался Собственно Оттуда И мне вот Было интересно Я хотела Точнее так Ну слово-то раньше Стало Это просто влияет Нет, слово-то да Именно терминология То есть есть слово А есть термин Просто оно означает Влияние И инфлюенсер Ставит человек Который влияет В этом Вначале всего Моего пути Вот это уже ЗИ Я думала о том Что Ничего подобного Не блогеры Лидеры мнений И не блогеры Инфлюенсеры И я буду доказывать Что есть люди Которые вне социальных сетей И они супер влиятельные Конечно есть Да И мне вот Были в гостях Некоторые там Режиссеры Путина нет в соцсетях Насколько я знаю Например Хотя вот Как раз Американская политика Типа Фейсбук Инстант Твиттер Они привлекали политиков Дональд Трамп Трамп Твиттер И даже Фейсбуке То есть Это тоже договоренность Руководства Фейсбук Там Скритберга Систром И так далее Чтобы они туда входили Потому что Чем больше Они привлекали Известных людей Тем больше Социальная сеть Развивалась И вообще Целая история Инсты И его возникновения Она конечно Гениальная Я очень люблю Просто такие истории Я их всегда читаю Они были против рекламы А потом они поняли Что нужно все-таки Это делать Потому что нужно Монетизировать Даже там Кардашьян Первая Чуть ли не первая Вообще начала делать рекламу И это стало все уже Там повсеместно Что ты можешь быть Блогером И не просто показывать Красивые картинки А ты можешь это еще Монетизировать Реклама В социальных сетях Из серии Купи три По цене двух И вот это Впаривание Ну это просто Очень низкоуровневая Ну на мой взгляд Реклама А когда она На нативном Характере Где просто тебе Показали картинку И можно без слов И без каких-то акций И прочее Вот это изначальная задумка Инстит То есть по-другому Не должно быть Ну задумка Инстит сейчас не работает Рекламу в инстаграме Делать нельзя Можно Можно делать у себя То есть без продвижения Ты все равно можешь Это делать Как блогер Да нет Нельзя и нельзя Можно делать нативную рекламу Например в ВК Я этим занимаюсь И не нативном Можно делать Кстати По закону В смысле нельзя Потому что мы Так решили У меня есть ВК Я люблю ВК Они сейчас Наш поставительный круг И мы На самом деле ВК Сделали по той же схеме Они привлекли инфлюенсеров Которые есть У нас в стране И выходов у нас особо У инфлюенсеров нет Я не хочу себе назвать Инфлюенсеров Господи Вы русские Зачем Вы инфлюенсеры Нет, ну класс Короче, были влиятельными Давайте назовем нас Влиятельными тогда А не инфлюенсеры Эй, у меня программа Называется Жизнь замечательных инфлюенсеров Хорошо Я вообще вначале думала Сарказмическая на самом деле Я хотела издеваться Над вот этим замечательными Инфлюенсерами А потом это все Я поняла, что Надо успешным успехом Да Но не в моей природе Издеваться И я все-таки Люблю людей И мне нравится Через Положительное Коммуницировать А не там Ага Я про тебя знаю А вот почему Вы назвали так Передачи Почему нельзя сказать Лидеры мнений А не инфлюенсеры Потому что это слишком длинно Не знаю Вот просто Это было так Давай Я буду разговаривать Со своими Известными Кучу друзей И буду с ними обсуждать Вообще феномен влиятельности У меня был режиссер Он говорит Давай Мы приехали Там сняли одного человека И я говорю Слушай Ну как мы это назовем Мне нужно там Стендап записать Я должна что-то сказать Как мы это назовем Он говорит Да я не знаю Ну скажешь Жизнь замечательных людей Я говорю Ну нет Это Нарушение всех прав Авторских и неавторских Говорю Давай будет Жизнь замечательных Инфлюенсеров Потому что Есть сейчас профессия Инфлюенс-маркетинг А по-русски? Как вот смотри Есть пиар? Как по-русски пиар? Ну продвижение Не знаю Нет Вот видишь Оно как бы переводится Конечно Ну честно Глубоко непрозвещено Все это Эстетик фэр Смотри 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 Пиар Паблик Я не знаю Блин Но когда-то Мы использовали Французские слова Да И когда смешиваются языки Язык прогрессирует И нельзя же Если ты закрываешь границу И ты говоришь Ну как Советский Союз Допустим Это нельзя Это нельзя Кино американское нельзя Там европейское нельзя Я не знаю Продукта питания тоже нет Мы будем есть нашу там муку Я не знаю Картошку И вот это то что нам надо Больше нам ничего не надо А что это делает Это же все равно Консервирует тебя И ты Там приезжает Жена президента Американского В платье Шанель А президент Жена президента Нашей страны В халатике В цветочках Понимаешь И это вот В это приведет То есть Нет конкуренции Нету развития Чтобы не говорили О Советском Союзе Конечно Но все равно Свой стиль У Советского Союза Был И у нас недавно Просто была Съемка С СССР Как раз В атмосфере Это же абсолютно Узнаваемая атмосфера С абсолютно Узнаваемой атрибутикой Я вот не застал То есть у нас нету Сейчас например Вот какая русская Стилистика такая Да Не вот Не валенки И Вот это все Что тоже уже Как бы мы не носим Объективно Не Советский Союз Сейчас какая у нас Она просто получается так Что внешний мир Ну как его назвать Мир который сейчас есть За счет инфлюенсеров Пиар менеджмент Фабрик Она у нас делает отпечаток Такой что у нас Стирается Как бы почему-то Идентичность Ну мы становимся Как будто общей массой И вот Культура Которая была В других местах Она перерастает на нашу У нас же даже В основном контент У большинства блогеров Это просто повторение Ну западных роликов А почему так Я не знаю Они Ребята халтурят А может быть Просто свободным мышлением Языки знать нужно В целом В целом по-любому Я сейчас просто У меня Если бы я в сутках Было там 56 часов Я бы такой Да конечно На английский язык Ты понимаешь 15 минут в день Для того чтобы Через год Был от лифт На который Ты можешь общаться Разговаривать Слушать Поймешь 15 минут в день Я не настолько занятой Чтобы у меня не было 15 минут Я могу найти Тут вопрос о том Надо ли я сейчас На английском Сейчас Я так прям Рефлексирую Знаешь Когда Человек отказывается Но пока что Я не готов Книжки читать Успевать Точнее не успевать А есть ли Вот эта усидчивость Блин Читаю по 50 страниц Я его стараюсь Честно Вы все ответите Что Вот видимо Как-то Революция человека Она мне отразилась С липовым мышлением Эволюция Эволюция Да Извините Сложно читать Честно сложно Не усидчивый Но борюсь с этим Стараюсь бороться с этим Тем более Актерский институт Нужно много читать Нужно много знать Да Просто потом Ты ничего не сможешь делать Ну то есть У тебя как бы Мысли будут рождаться А ты это свести Потом не сможешь Реальность Но сложно Ну хорошо Давай я тебе подскажу Как читать Так Выбираешь Во-первых Важно С чего ты начинаешь То есть Что ты будешь читать Это очень важно Да Я люблю фантастику Ну как люблю Могу читать фантастику Допустим И вот например Василиса решила Что она каждый день Читает 50 страниц И ты Просто Выключаешь себя Со всего Мира На На эти 50 Допустим Страниц в день И ты посвящаешь себя Только этому Как будто бы Тебя нет В целом У меня так же Такая тактика И была Потому что У меня папа Очень любит читать И он мне Советовал книги Которые ему нравились Потому что он тоже Много не может читать Когда ты читаешь Ты получаешь Больше эндорфинов Твои нейроны Развиваются С еще большей скоростью Ты фантазируешь Прочтенное А в кино Или в любом Кадре Мультики И так далее Тебе уже предложили Готовый вариант Твоему мозгу Думать особо не надо Поэтому и говорят Что книга Лучше чем фильм Потому что В книге ты представляешь Как тебе больше понравится Твоя фантазия работает Кстати Актерам очень важна Родовая фантазия Очень важна Ты Ну грубо говоря У тебя есть Буква, смотри А как это будет в жизни Ты просто будешь более гибким Что будет на твоем лице Да Получается так Вот я как бы советую Читать книги Да А вот с учетом Вот этой типа эволюции Все меняется И ты думаешь Блин Когда-то Когда книг еще не было И появились книги Люди также на эти книги Были сфокусированы Как сейчас на гаджет Да Потом это стало Ну вот через силу То есть вначале было Не через силу А люди искали Что почитать Где взять книгу А сейчас получается Это гаджеты А может быть Это неплохо И нехорошо Если бы гаджеты Были полезны Есть полезный контент В любом случае Можно как бы интернет Как ты его настроишь Так он тебе и будет Выдавать рекомендации Но ребенок еще не знает Как настраивать Он Ну с этим можно подсказать Для этого есть родители Ну например Ну например Рекомендации Тиктока считаются Типа 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 Вау Нет рекомендации Ютуба Считаются очень крутыми Потому что ты пять видосов Посмотрел Да Потом тебе выдает Тикток тоже У нас какой-то блогер Проводил эксперимент Полчаса понадобилось Чтобы полностью новое устройство Полностью новый аккаунт Чтобы подстроиться Под интересы этого человека Вот Ну как бы И Тут уже Ну на подсознании Как-то работает Эта штука И ты Смотришь то, что тебе нравится Пусть не всегда это полезно На самом деле Нельзя детей ограждать Вот полностью от тиктока Все равно В любом случае Потому что Ты вырываешь Из социального контекста Да То есть понятно Что это нужно ограничить Что он не может лежать Весь свой выходной Там в этом Но он все равно Должен быть в этой повестке Потому что Даже из тиктока Из вообще всех соцсетей Приходит много идей Детям все равно Они что-то видят Повторяют Что-то придумывают Ну я считаю Что нельзя запрещать Ну например Я вот в то же время У меня есть одна соведущая Николь Плиева Девчонка Ей 11 лет Мы с ней познакомились Долго года назад Она знала уже более 150 стихотворений Очень творческая девчонка Прекрасная Она очень начитанная Любит читать Не лазит вообще В инстаграме В тиктоке Ей это просто неинтересно Я был очень удивлен И Ее не назовешь Как-то Ну Непродвинутой Или какой-то Слишком консервативной Смотришь и думаешь Блин А вот Ей же это и не нужно И она прекрасно Себе без этого чувствует А другие дети Например Ему это нужно Да Она наряду с другими детьми Абсолютно общается Такая же веселая Только Только язык у нее подвешен И она С ней очень интересно Говорить Ну если она Занимается чтениями Стихами и так далее То конечно Развивается способность Ну во-первых Слов она видимо Много знает И она может Сочетать Строить предложения Религия Нужна Человеку Слушай Ну она Во-первых Здесь наверное Да Я про веру Говорюсь Я наблюдала Людей разных У которых В семье Произошло горе И вот Один там верил Один не верил Да Посидим Или ты постоишь Посидим Привела меня Матушка И я понимаю Там Что человек Который верит Причем Даже иногда С перебором Если говорить Там Да Он реально Лучше справляется Если говорить Про смерть Именно Мне кажется Что очень тяжело Понимать Или Тяжело думать Что дальше Ничего нет Что нет Загробной жизни Словно Вот Женщина-блогер И мужчина-блогер Женщина может Там Попу показать Красиво Одеться Переодеться Там Пройтись Полежать Еще что-то Да И это как бы Привлекает внимание Что делать Мужчине Зато Мужчин Смотрят Или там Допустим Парней блогеров Смотрят и мальчики И девочки А девочек Все-таки Которые Ну Не ведут Откровенный Эротический контент Только девочки Оу Так и получается Что Знаешь Есть такая теория Что девочки На самом деле Красятся И одеваются Для себя Потому что Мужчина На самом деле Не видит Каких-то деталей Оу Да нет Я замечаю Я замечаю Классно у тебя Сегодня были Готиночки От Ленина Заметил Я очень внимательный Я люблю готовить Потому что Подъем в 6 утра И сбор Моих 6-ых детей В школу Доставляет мне Особое Удрое Собое Я люблю готовить Потому что Мне нравится Целыми днями Стоять у плиты А потом Служить критику И недовольство А я люблю готовить Потому что Мама с детства Внушила мне Что я должна Выполнять роль Кухарки Посудовой И полуфой А я люблю готовить Потому что Женщина Ну просто Обязана быть Кухаркой И домработницей Главное Не пересолить А я не приготовлюсь Потому что После того Как вся моя семья Поест Я Перемываю За ними Всю посуду А теперь Саша 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 Еще раз Ты свой текст Забудешь Вылетишь Нафиг отсюда Чего Да У меня есть девчонка Которые На которых Я подписан Которые Выставляют Жаркий контент Конечно Мы же Пацаны Нам интересно Ну короче Это нормально А вот у пацанов Я не знаю Как бы Есть Да Которые Не стесняются Выставлять Что-то такое Я не из этих Я стараюсь Взять Каким-то Экспертным Я разбираюсь Более-менее В кино Но хотя Это тоже Я не могу сказать Что точно На сто процентов В нем разбираюсь Потому что А в женщинах? В женщинах? Ну мне 18 лет И что? Но к своим 18 лет Я считаю Что Если брать То что мне 18 То я неплохо Разбираюсь В женщинах Какие тебе женщины нравятся И какими женщинами Нравишься ты? Какие женщины Мне нравятся Начнем с этого Говорить про то Что красивые Милые блондинки Там типа Голубые глаза Наверное Про качество Можно сказать Про качество Мне нравятся Умные Точнее так Смышленые Ответственные Сейчас какое-то было Да? Женщины Нужно быть умные Так Только давайте Смышленые Смышленые Саксист Да блин Неплохо Чтобы она была Нет Да нет Нет Чуть умнее Тумбочки Нет 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 Ой давай Я сейчас буду его защищать Он не похож на человека Который так думает Я знаю Что он не такой человек Нет На самом деле Должно быть что-то внутри Девушки У меня не бывает такого Что мне девушка понравится За красивые глазки Или за красивую форму Что-то должно Зацепить внутренне Скорее всего Это наверное Какая-то Она должна быть Какая-то Ну вот Внимательная Потому что у меня бывает Очень много Моментов Когда я уставший После работы Не скажу Что я как бы Опять Слушайте Такая скользкая тема Это пипец Я думал Сколько же можно Заботливая Заботливая Точно Она должна быть заботливая Она должна быть честная В любовь Ты веришь? Да В любовь Всегда верила Я всегда буду верить Вообще Чтобы не У меня есть супер узкий Узкий круг людей Которых я люблю В основном Это моя семья Но у меня сложно С дружбой Вот у меня вообще Как-то так в жизни Сложилось Что Я всегда говорила Когда я начинала Общаться с человеком Что я плохой друг Мне почему-то Нужны друзья Только когда мне плохо А когда мне хорошо Мне вообще никто не А с кем ты разделяешь Тогда радость Хорошесть Вот с мужем Я вот человек любви А не дружбы Не знаю Наверное Так не работает И обычно у людей Есть и любовь И дружба Но мне настолько Достаточно То есть он реально Муж лучший друг И там Мама Какие ситуации Или люди На тебя Жизни повлияли Я просто знаю Нескольких людей На которых Вот повлияли Действительно Книги Вот так сильно Повлияли Может не книга Может ситуация Может Ситуация Как правило Вот допустим Разберемся с книгами Я знаю некоторых людей В своей жизни На которых повлияли Книги так сильно Что они действительно Изменились полностью Я считаю Что это неправильно Что не должна так Книга влиять На человека Что он полностью Меняет свое мышление И свою жизнь Это говорит О неустойчивости Твоей личной Как сосуд Который наполняет Себя информацией Книгами Фильмами Ситуациями Людьми Но я Честно Не люблю эти вопросы Вот какое-то Одно что-то Что на тебя повлияло Что изменило твою жизнь Как будто ты Большая желешка И ты вбираешь в себя То что ты хочешь Вобрать Книги Фильмы И нету чего-то Такого Что ну там Понятное дело Что смерть близкого человека Например меняет тебя Вот например На меня даже Повлияет сегодняшнее интервью Каждый день Происходят такие ситуации Которые Ну тебя дополняют Немножко меняют Но ничего не может Изменить тебя Настолько Что ты вот реально Я изменился На меня что-то влияло Безусловно Но я Выбегаю наверное К схеме Василиса Больше Что я наполняюсь 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 Кризисный Кризисный возраст Я не знаю Есть для 18 лет Кризисный возраст Ну есть Наверное Я его заметил Вот вот он Пожалуйста Это тоже Точка На самом деле Когда У меня никогда не было Если честно Проблем с тем Что я У меня ментальное здоровье Иссякло Я не могу Двигаться дальше И для меня Это не близко Есть задачи Выполняй Все То есть Сам себе ставишь задачи И идешь Говорят А у тебя так много проблем Я говорю Каких проблем Это вроде задачи То есть Это как бы Все мне кажется В голове На самом деле Психосоматика Очень сильно влияет Я с этим сталкивался И я стараюсь Не пускать дурные мысли В голову Потому что От них Профита никакого нет Не знаю Наверное Даже не могу сказать Что у меня что-то Прямо так сильно Последний момент Поменяло Я прочитал Станис Ласкова Не до конца Конечно еще Но Повлияло на работу Немножко по-другому Стал все оценивать По-другому Начал работать Опять же Каждые съемки В моей жизни Будь это интервью Будь это съемки в кино Они как-то на меня влияют Потому что Я сочинялся С Вагимиром И Беханцевым У меня Отсыграл И конечно Я что-то на него Перенял по опыту Вот с Прилучины Я недавно занимался Что-то я его Принял по опыту ненавижу я всяких зануд и нытиков отравляющих радость за годом в год раздраженно плаксивых и вечных критиков наших самых ничтожных порой невзгод люди строят завод корпуса вздымают люди верят сквозь трудности в свой успех а зануда не верит он больше знает а зануда зарплату и жизнь ругает а зануда скулит и терзает всех ну скажите на милость ну когда зачем кто-то выдумал нытика и зануду ведь они будто ржавчина есть повсюду понемногу а жизнь отравляют всем и хотелось бы их тихо попросить хватит жар сгребать чужими руками не скулите не путайтесь под ногами не мешайте людям хорошим жить